И возвращаемся к теме финального матча по хоккею с мячом. Чего ждать от решающей игры в воскресенье? В какой форме подошел наш клуб к финалу? Поговорим с болельщиком хоккейной команды «Инисей» Александром Дарочкиным. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сколько лет являетесь преданным поклонником болельщикам «Инисея»? Лет много, но точно тут сказать нельзя. Так, чтобы я уже перестал пропускать матчи, постоянно глубоко уже погрузился в тему, это, наверное, года с 2004-го. И с тех пор вы постоянно каждую домашнюю игру на «Инисея»? Ну, очень редко случались такие матчи, которые я не посещал. Сейчас их практически уже нет. Александр, для вас вот этот матч в воскресенье, финал чемпионата России «Инисея» «Динамо», что значит этот матч для вас? Это значит финал чемпионата России. Это не первый финал, который я вижу. Не первый финал, который я вижу живьем. Финальный матч чемпионата «Инисея» «Динамо» я смотрел живьем в городе Хабаровск в 2015-м, наверное, году. У меня плохо с цифрами. Ну, это не такой же матч. Почему? Ну, многое с тех пор изменилось. Практически другие составы и той, и другой команды. И та, и другая команда успели сложить свои полномочия с тех пор. Чемпионские, да? Да. В какой форме, на ваш взгляд, подходит «Инисея» к финалу? А, судя по полуфинальным играм, были сделаны выводы, правильные выводы из ошибок прошлого сезона. Так. И если в прошлом сезоне «Инисей» в плей-оффе был, ну, очень тяжелым, то, ну, вот, судя по матчам со «Сканев-Тяником», «Инисея» прямо в порядке, в порядке. Прибавил? Не прибавил, он просто в нужных кондициях, в необходимых для… Очень сложно пройти целый сезон и быть прямо вот бодрый-бодрый. Они вот прямо в порядке. Понятно, что болельщики всегда ждут победы от своей команды. Матч этот будет принципиальным, потому что «Инисея» с «Динамо» встречается не первый раз в финале. Какой-то накал, нерв вы уже чувствуете вот среди своих соратников? До накала нам тут еще подкинули из-за странной ситуации с билетами на финал. Ну, как, это матч абсолютно принципиальных соперников, причем обе команды высококлассные. Я бы даже сказал, конечно, очень хочется, чтобы «Инисея» снова стал чемпионом, да, но на самом деле это вторично. Очень хочется и так далее, но намного важнее, чтобы две команды высокого уровня отыграли шикарную игру, да, вот именно на своем уровне. У «Инисея» всегда были принципиальные матчи с «Архангельским водником», причем это такое многолетнее противостояние было принципиальное. Никто не хотел там ни пяди назад, что называется, только вперед. С «Динамо» немножко помягче отношения, на ваш взгляд? Сложно рассуждать об отношениях. На самом деле хоккей с мячом такой странный вид спорта, в котором все дружат. Дружат их болельщики, дружат хоккеисты между собой, все поиграли вместе когда-либо. Вот, ну, я думаю, на данный момент, на данный момент, я думаю, все-таки большим раздражителем по старой памяти являлся все-таки «Сканевтяник», но «Динамо», ну, сейчас это одна из сильнейших команд страны. Собственно, сильнейших команд страны на данный момент три. Это «Енисей», «Динамо» и «Сканевтяник». «Сканевтяник», ну, вот, видим, сдает свои позиции, остаются «Енисей», «Динамо». Надеемся, что потянутся еще 2-3 команды, ну, есть перспективы. Что касается билетов, ситуация, ну, на моей памяти, я такого не помню, чтобы за час разлетелись билеты, и если вчера еще вот там кто-то успел их купить, сегодня в несколько раз дороже перекупы пытаются их продать. Причем такая ситуация, что, ну, как опять же говорят, есть электронный билет, который перекупы продают несколько раз. И не факт, что человек, купив билет, пройдет завтра на матч. Вот на вашей памяти были какие-то подобные ситуации, такого ажиотажа с билетами? Не такого ажиотажа, но также вот ошибку в билетной программе. Вот опять же, я не запоминаю даты, я не могу вспомнить год. Вот, это был матч регулярного чемпионата на тот момент с принципиальнейшим соперником, с Кузбассом Кемеровским. Вот, и тоже была сделана ошибка в билетной программе. Она заключалась в том, что конкретно на этот матч, на который прямо, ну, вот ажиотаж, ну, матч обещал быть ажиотажным. И конкретно на этот матч из каких-то соображений билеты не продавались, а распространялись через какую-то сеть заправок. Так. В качестве то ли, я не помню, то ли бонусов, то ли так, то ли еще еще, ну, и получился, конечно, бардак неимоверный. А вы сейчас вот сами-то смогли билет? Нет, я билет купить не смог. Ну, я на матч попаду. Я так понимаю, что секрет вы открывать не будете, да? Нет, нет, почему? Мы с вами коллеги. В этом плане я, правда, ну, так скажем... Вы пройдете как журналист? Ну, я не пройду, я буду работать. Я возьму фотоаппарат. Я буду снимать матч. В вашей среде болельщиков вот эта тема сейчас обсуждается. Что люди-то думают? А только... Те, которые ждали этот матч. А только об этом сейчас, в сети только об этом и разговоры. Уже, собственно, само противостояние ушло на второй план. Разговоры сейчас только вот об вот этой ситуации с билетами. По вашим данным, сколько билетов продано и сколько... Ну, вот сложно, конечно, предположить, сколько людей хотели бы попасть на этот матч. Я думаю, что спрашивать нужно все-таки, причем даже не у начальников, а у технических работников клуба, шор, платежного оператора, насколько я знаю, что... Ну, как... Система платежка, да? Да, система платежка. Вот это нужно спрашивать у технических специалистов. Но по состоянию на 16 часов вчерашнего дня, когда было объявлено, что билеты по продаже стартуют в 16 часов, так вот по состоянию на 16 часов система показывала в наличии 2700 билетов, но купить их уже было невозможно. На самом деле это... Все понадеялись на технику. Но, так скажем, техника штука такая, она может... Грузовик может вести только тот вес, который он вести может, а если на него нагрузили в 6 раз больше... То есть пришел сбой системы, она не принесла? Это даже не сбой, просто система не в состоянии выдерживать такой поток запросов. Ну и как результат, вот мы имеем то, что имеем. Ну и, конечно, да, вот видим в сети там продажу, там уже и спекулянты отметились, и кого там только нет, да. Вот я не знаю, если можно, тоже всем напомню, люди, если вы хотите купить сейчас билеты где-то с рук, процент того, что вас просто обманут, это, наверное, процентов 80. Болельщики, у которых остался там вот лишний билетик, в сеть за 2-3 тысячи его выкладывать не будут. Просто потому, что у любого болельщика есть свои друзья, соседи знакомые, которые остались без билета, и они этот билет отдадут тому, кого знают. Они будут выставлять... Они будут выставлять где-то на авито, да, и так далее. У любого болельщика есть куда этот билет деть. То, что выставлено на всех этих аукционах, в объявлениях, это там всего два варианта. В лучшем случае спекулянт, в лучшем случае жулик. И человек даже приплатив, там заплатив 4-5 тысяч... Или не получит ничего, или получит задвойный билет. На матч. Хорошо. Александр, подводя итог нашей сегодняшней беседы, с каким чувством вы в воскресенье все-таки пойдете и будете болеть за эмиссией? Скрестив пальцы? Нет. Вообще, есть ли у вас какие-то свои приметы у болельщиков? Я знаю, что у некоторых есть. Да нет. Я все-таки понимаю, что игра зависит не от меня. Игра зависит от тренерского штаба и конкретных вот пацанов, которые выйдут на поле. Чего бы вы им пожелали сейчас? Спокойствия. Хотя, да, я знаю, что... Напряжение будет колоссальное. Конечно, нет. Да и практически все хоккеисты считают, ну и правильно делают, считают, что на поле нужно выходить всегда в состоянии мандража. Да, но хотелось бы, чтобы вот этот мандраж не забил их навыки, чтобы они от этого не потеряли голову. Не перегорели. Даже чтобы не перегорели, а чтобы эмоции не отвлекали от работы. Будем надеяться и ждать победы. Спасибо, Александр. А я напомню, мы поговорили с одним из самых преданных болельщиков хоккейной команды Енисея Александром Дарочкиным.